Стоп Старс запилил, братва не поймёт, если такие записи буду вырезать, вставлять точнее. А узкоштанные скажут, что я не тонкая личность и вообще солдафон. На что прольётся толстая струя золотого дождя, конечно же, но это уже совсем другая история. Будем просто смотреть, что происходит сейчас. MVP боксер прости Нести Йеллоу, шоу-матч по Архону. Ну что, не так-то просто Рипера, которого полноценно контролят полностью, целиком и полностью законтролить. Так, гранатки под Королеву кидаются, Королева подбрасывает. Третья, а нет, третья, да, уже СЦ-шка ставится. Не знаю, кто на контроле там за Рипера, но контролят очень даже неплохо. Нужен тикет, чтобы смотреть эту ссылку. Ну или кто-нибудь кинет ещё тебе, я не знаю, мне некогда кидать. Мы смотрим за шоу-матчем. Потеряны Риперы, полный провал, боксер уже не тот. Или кто там контролил-то вообще? Трилинга убил двумя Риперами. Ну что вообще-то такое, ребята? Непорядок. Ну вот тут выход в танк идёт, насколько я понимаю. Третья хата Узергов. Пока всё чётко. На СТ-Еллу. Третья хата Узергов. Ну что, синяя. А-а-а-а. Гелеоны плюс... Как это тут? Плюс циклоны. Из факты сейчас у боксера MVP. Гелеонщики всё новое и новое здесь. Контроль идёт понемножечку. Едет первый... Первый циклон. Второй игрок занимается макро. Вот, пожалуйста, циклон вместе. А ещё на... Боялся на хайграунд заезжать. Не знаю, кто это боксер, либо MVP. Вот циклон сейчас овера начал фокусить. Минус криптуморы ещё. Овер падает, наконец-таки. Гелеон, циклоны сейчас быстро очень ездят, поэтому можно законтролить. Ну и второй циклон приезжает. Криптуморы хорошо сейчас вперёд ставятся сейчас. С двумя циклонами уже можно подхарасить, что и пытается сделать тиран. Пришли минки, пришли ксмки сюда. А ксмки-то нахрена? Видимо, очинивать всё они собираются, эти ксмки. Так, неплохой расконтроль Гелеона циклонами идёт. Но Реведжеров добавляет зерк, чтобы... Это даже не для их кастов делается, а для того, чтобы дэмэджем они разбирали. Потому что у них хотя бы рейндж есть и других юнитов, которые ещё ближе стреляют. Циклоны вообще разберут нахрен. Минки копаются. Здесь уже какая-то позиция такая атакующая готовится, полноценная. Ну что, контроль хороший. Лимита тиранов практически столько же, сколько зергов. 61 ксм на 68 дронов. Пока идёт контроль полноценный в центре. Третью ццшку заняли тираны. Здесь попытка забегания в тыл, либо же наоборот на вторую. Тиранам. И, кстати, хорошая. На третью камни не завалены. Днепланетарка, орбиталка, рабочих минус много. И на вторую тоже. Ё-моё. Линги ликвидируют всю практически экономику тиранам. И это печально. Ксм нужно уводить, естественно. Геленщики принимают бой. Нужно законтролировать. За контроль есть, но не лучший. Ну что, здесь мины есть на центре. 17 ксм-ок тираны потеряли. Ситуация вообще стала не то, чтобы вообще не очень, но не архти для тиранов. Только что, буквально недавно, было и ксм-ок одинаково. Почти ды, лимиты были все одинаково. А сейчас 30 стабильно разница держится. Ну что-то циклоны тут начинают разрывать просто все нахрен на части. Барак подсвечивает просто на ура. Роучи падают. Как же можно ими харасить жестко? Я даже не видел такого хараса пока. Потому что найдется какой-нибудь рукастый, который и в один на один сможет такое же делать. На минке Роучи вышли еще. Несмотря на все это, зерков все еще больше. Теряются тоже и циклоны, соответственно. Там уже четвертая хата. Макро хата у зергов. 98 в 152 по лимиту. Много Роучи, много холбатов. Опять же, не закрыты камни. Уходит боксер, судя по всему, этими циклонами. Зерк вперед не лезет пока. Ну что, все, клонщики стреляют. Цели разные захвачены. Минус 2 реводжера. По минке один патрон попадает, второй мимо. Ну что, потери. У Терана много потерь. Рабочих. И все они погибли именно в том забегании, как вы помните. Я не понимаю, как-то контроль, по-моему, ну, немножечко не туда здесь тратит Терана. Вот этот вот, кто контролит. Ему бы не циклонов этих постоянно водить. Ему бы вовремя армию всю подводить вообще, чтобы такой хрени не было. Плюс нужно уже удар сконцентрировать туда, либо же от обороны действовать. Танков нет вообще. Так, тут один вайпер был подрезан. Да, поминок хорошие идут. Я уже что-то засыпаю нахрен на ровном месте. Все, точно этот шоу-матч последний будет. Ну, это легендарный шоу-матч. Легендарный боксерок. Легендарный. Йелл, МВП и Нести тоже крутые пацаны. Им всем по тридцахе уже. А боксеру, наверное, и 35 уже есть. Ну что, либераторы разложились. Блочат проход сейчас, чтобы зергам не выйти было. При этом циклоны харасят. По лимиту как-то зерги очень сильно вели, но потом тираны сравняли. Здесь много крипов в центре было. Законтролил там зерг. Тиран точнее убил все. Минок просто миллиард здесь около рампы. Вот выход идет, между прочим, сейчас со стороны тирана. Во что? А, я со стороны зерга хотел сказать, что выход идет в грейды с трех эволюшенов. И рейнджовые когти делаются. Тирана застройки. Вот тут нет. Перекапываются дальше либераторы. Но здесь у зерга ультрала есть. Ну а ультрала это не очень хорошо. Врываются на минке они, правда, очень жестко. Выстрелы идут не слабо. И минки уничтожены. Но оверсир падает. Так, а куда под реводжера-то все они? Я чуть не понял. Точнее, не под реводжера, а под либератора. Раскладывались под либератора. Под либератора уничтожены. И тираны захватывают преимущество полное. Как-то зерги не готовы к этому. Были сейчас ел в снести. И вообще их разваливало. Технологий нету. Вайперов нету особо. Можно сдвинуть бы голову вот этих. Либераторов. Микорску не знаю. Контур забегания двумя ультралами и тремя роучами идет. На девять. В это время хилбат и нижний бацзерга убивают. И на второй никак не отбиться. На сайте батлнета качество лучше. Нормальное здесь качество. На сайте батлнета оно зато само и меняется по себе. Так что нельзя поставить стабильно. Ну что, зерги на мэйне пытаются держаться. Это архон мод. То есть, постоянно идет контроль. Но мне не нравится, что не показывают то, что... Ведь контроль не только здесь идет. Контроль ведь и дома очень важно идет. То есть, в чем суть этого мода? В том, что один строит, там занимается экономикой, а второй именно контролем. Дома-то, кто контролит, экономику не показывают. Ну что, тут добивать идет уже боксер с мвп, на мэйн заходит. Сцшка четвертая упадет сейчас. Ну, на мэйне жесть, на мэйне ничего не сделать. Ну, кондор-атака какая-то, роучер-эвенджерами. Ну, вы видите сами по лимиту, что все плохо. Ну, и, кстати, вот получается, что циклоны, если ими только контролить в архон моде, то они никакие не слабые. Ими просто надо просто постоянно, постоянно контролить. И то они могут что-то сделать. Нинкам закупки нет. Нет, это ошибка. Так, здесь на трех проблемы. Одна из последних басерга падает. Муталисков сагрил циклонами. Убить не получилось. А что, они по зданиям не бьют сейчас? Я чуть не понимаю. Ну, талисками пытаются что-то не сделать с Йеллоу. Не очень-то получается. Здесь циклоны просто царские сплиты какие-то идут. А что зерга-то не добивают? Я не понимаю. Баттл-крузеры уже строятся. 109 на 55. Но чисто шоу-матч устроили здесь. Ой, как мутку. Ой, как мутку валят эти ребята-циклоны. Просто в хламинку. Мутка разваливается просто там по 4 штуки за залп. Вот опять же трех атакуют, по-моему, циклоны. Муталисков. 43-106. Нужно ехать добивать. Ну, что, баттлы летят вперед? Ну, что, Эксптеран последний добивает вместе с пушками и королевами? ГГ Йеллоу Нести пишет. Ты же там два батла прилетела еще. А, Бо, сколько эти шоу-матчи? Вот, мне интересно. Три интересные. Три интересные. Ну, слава богу, что Бо-3 хоть, а не Бо-5. А то было бы еще Бо-5 здесь. Сейчас они еще какую-нибудь смехом устроят там на полгода игру. Ну, я вообще взгреюсь тогда. Да. Да. По-минам Роучи. Замечательно, как погуляли. Как он по минам гуляет дико. Да. И это действительно показало, что, знаете, Зерк должен с этим работать. Ты не можешь позволить им, чтобы тебя в эту позицию. Потому что, если Террен может изолировать и карантинить разные части мапы. И нет ничего, что ты можешь сделать. Конечно нет. Я надеюсь, что вы любите этого Легендс-шоу-матча. Да, лучше быть. Я имею в виду, это создатель университета, вселенной бокса. Ну, для StarCraft получается, что да. Это создатель вселенной бокса. Ну, для StarCraft получается, что да. Для StarCraft 2 Legacy The Void и Blizzcon. Это Аркон-шоу-матч. С Легендсами. Один для Террен из StarCraft и Бродвора. И один для StarCraft 2. Для Террен. И тогда Бродвора Зерк. Бродвора... ...Старкраф 2. Легендс. И это будет очень интересно, когда мы идем на гейм-тур, чтобы увидеть, как они развиваются и увидеть, какие стратегии они будут использовать. Это не просто, как они понимают об игре и как они микро и используют университеты. Это также, как они коммуникают. Итак, это первое время, когда мы начнем в игре, блин. Через 30 минут уже 14 часов стрима будет. Ё-моё. Пора тормозить, ребят. Ждем игру. Ё-моё. 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 Как молодой выглядит. Ему лет за 30 тоже. К 35, наверное. Может, не 35, но он, я думаю, боксер Ё-моё 83-го, 82-го. Они год, наверное, где-нибудь. Хотя я могу быть неправ. И 80-го, может быть, боксер или даже 81-го. Можете поискать. Сера с карта. Хата у зергов, у тиранов ццшка, видимо. Нет, Барак хотят поконтролить реперка. Можете поискать. Можете поискать. Свер tends, вот этим смешным, у olla карта крупного 확인. Воophant карту под forwards. Это обучение. С chlorine voices и обучение. В общем, косойvedigten this blood required. Сейчас. Это послезает. Зараз давайте задержимать поискать на сцену. Сейчас, ну, тормозоп. С письмом. С�ن. io-нами. Along Erin. Еще не зачитала мне так. Рипер вперед По правой части карты появились все Ну и Рипер куда-то не туда летит Поняли тираны, что по левой части зерк быть не может Так как проехал КСМ, все разведал Прилетает Рипер и очень большие проблемы дроном устраивает Минус один дрон, приятного мало Под королеву гранатки идут постоянно А раз дронов не слабо идет Ура-бам, что-то МВП боксера больше, чем Нести Йеллоу даже И третья ЦСшка уже строится Казырги вперед-то вырвутся, я не знаю Если там личинки, доделали они Королеву подкидывают, можно было наперед еще одну гранатку попытаться запилить Ну, не стал запиливать Постоянно прыгает королева Постоянно харасит Рипера Но линги уже смоум И это минус два Рипера просто-напросто Пытался Рипер уйти Ни хрена не вышло Линги настигли и сгрызли А Риперы важны в Лотве Как, в принципе, и в Ходзе Для хараса гелионами Здесь-то они еще гелионам помогают Невероятно Раскидывание своих гранаток Ну что, в этот раз двойная инженерка и био Не будет циклонов в этот раз Циклона имбов Да ладно, шучутся Клоны здесь ни при чем Имбов не имбов Рауч Ворон у зергов доделывается Лэйр готов Нидус пошел Да, очевидно, что это должен быть Нидус Причем особо и не пытаются скрыть Прямо перед второй базой строят Нидус Ну что, не понимает пока у нас Тирана, что тут Нидус идет Если Нидус пройдет, будет хорошо А Нидус пройдет прямо перед второй базой Нужно пилить Так, ну что, Нидус не замечает боксер MVP Вот он Нидус Королевы поперли криптуморы сразу А где Рауч-то? Еще это такое Ну, боксер с Несте То ли не понимают, что происходит То ли что Рейверджеры морфятся пять штук Нужно начинать харасить Пока бункер не готов Что-то долго просто Какие-то рейверджеры здесь Почему сразу не заморфлены эти рейверджеры Не пойму На мейнер гиллионов пойдет Гиллионы падают все Тираны каким-то образом стабили Но вот рейверджеры пришли прямо под базу оппонента Почему они давил на рейверджерах, я не понимаю Несте Йеллоу Здесь у нас уже бункеров несколько штук Будет скоро В бункере падают касты Нужно вычинивать этот бункер И садиться обратно 1-1 у тиранов есть Значит Значит отбиться бой достаточно легко Здесь у нас ДПушки надо вычинить Спускается мародера мариками сейчас Буксер с MVP Убивает Нидус Ну что, тираны ходят Пытаются законтролить Нидус принят прямо сразу А в это время на третью базу великолепный врыв идет 10 дронов минус Просто вывереннейшая атака сейчас Нидус прогорел И фокус хаты происходит Обратите внимание, ребят Просто развел боксер Как в старые добрые времена С MVP сейчас Несте Йеллоу Тут уже не ГГ пока Но близко к тому Королевы падают Щиты мариком Косяк Не заказаны Хотя 2-2 заказаны В то же время Неплохо Рейлоджерам Сейчас марики были подрезаны Стимпач Самарики Мародеры Буксера Елу Пытаются догнать С Рейлоджеров Догнать не так просто Но догнал на стимпаках Еще один медивак Сюж пытался улететь Ни хрена не улетел А не, вот второй медивак Он харассит Вторую базу Пошел передроп на третью Когда будет выход И те тиранов Непонятно Лимита больше И нужно что-то делать С этим лимитом Так, мариком Щиты так и не заказаны Двойной дроп Прямо на мэн Идет сейчас И двойной этот дроп Кстати, не то, что никто не ждет Но Если бы Ой, прямо Куда вы дропаетесь, ребята Прямо подручей Дропнуть чуть пораньше Просто можно было бы Всем засимпачиться И контролить Но Дроп дело тонкое Дропнуть пораньше Не получилось В это время Тут юниты Третью базу Хараси Боксеры МВП Третья падает Щиты скоро будут готовы 2-2 Грейды у тиранов готовы 3-3 Заказаны И щиты скоро будут готовы По грейдам Просто великолепно У зергов Вообще не знаю У зергов 2-2 Даже не заказано было 1-1 Только видел Короче, опять преимущество тирана По мячку Вырывали Вырывали И вырвали Ну что Кораптеры Кажется Летят Полить кислотой Эти здания Так Принимаются Либераторы Кораптером Контроль Нулевой Медиваки Пытаются Уйти На мейн Сейчас С помощью дроб Здесь в это время Третья одновременно Харасится Может быть Они, кстати Корейцы Делятся Сейчас Пополам Юнитов Контролят Чудом Сейчас Последним Выстрелом Мародера Была уничтожена Третья хата Но За топ На мэне Два медивака Просто в никуда Потеряны Строются Зачем-то Либераторы А почему Викингов По олдскулу Не построить Против этих Юнитов Не понимаю Так Ну что Начинает Кастовать Колоссами На Старфорд Зеленка Старфорд Падает Моментально Летает Беспрепятственно Кораптеры Никто их Не пытается Прохарасить Не понял Я почему Правда Двумя Либераторами Никакого смысла Нет Драться С этими Кораптерами Пару Туреток Запилить Вот где Смысл Есть И причем Хороший Садится Старпорт Но ведь Они могут Зеленочкой Еще Полить Ну что Зерги Бомжуют Сейчас На Двух Базах Но У Тиранов Лимита Маловато Как-то Во-первых Хотя Рабов Больше Во-вторых Батлкрузеры Какие-то Но это Уже Степа Это уже Фан Идет Батлкрузеры Вторая Воздушная Атака И 3-3 Наземная Готова У Зергов 1-1 Представьте 1-1 В 3-3 Грейды Это просто Погром На самом деле Малеки При более-менее Контроля Вообще Не убивают Опять Дробщик Четвертый Пошел Тираны Четвертую Сами Заняли Сейчас Батлкрузеров По две штук Стабильно Строятся Через Кораптеров Медиваки Летят Были Отогнаны Ну что Мультитаск В атаке И в обороне Обороняться Конечно же Сможет Я думаю Они легко И в это время Еще и дроп На мейн Один Проходит Со стороны Боксера И мвп Еще один дропчик Попер Сейчас Еще двойной Здесь летает В районе Третьей Базы Зерга Весь дроп Уничтожен Достаточно Легко Потому что Очевиден Он был Да и Там легко Зергам было Справиться Лингами Ну что Каста Реведжеров Реведжеры Есть До сих пор В армии Не помню Делали Рейнджовую Атаку На СТЛ Видите Забегание На четвертую Удет Везде Здесь Орбиталки Везде Марики На стане Почему не Планетарку Я не знаю Построить Нельзя Кораптеры Опять же Прилетают Но уже Туреточки На майне Есть На туретке Уже Не попрешь Четвертая Опять Отменяется Тиранами По Три Батлкрузера Строится Сейчас А Какое Толку Строить Батлкрузеры Если Как Бомжу Потом Их Сливать Я не понимаю Попытка Фокуснуть Медиваки Где Эти Марики Были Без Понятия Два Либератора Три Батла Вторая Атака Воздушная Уже Готова У Тиран Нужно Заказывать Третью Если Отставать Не хочет Боксера MVP Но Лимита Больше И боевого Больше Сейчас И рабочих Больше Ну Что Там Взерк Внизу Напрягает Тирана Караптеры Просто Блин Как они Жестко Кстати Разогревают Своей Зеленкой Это Жесть Лимиты Близки А вот Не понимаю Лимит Почти 200 По 4 Батлкрузера Строится Когда Будет Соединено Это Био На 3 Три Грейда И Батлкрузеры Какая Это Все На Хрен Вперед Пойдет Везде Марики Пытаются Разбить На Мэйне Мародеры Поли Миту Проседают И Тираны И Зерги И Все Же Они Равные Чуток Повыше Тиранов Ски Ну Сейчас Зерговский 170 На Семьдесят Четыре Четыре Батлкрузера Есть Либератор У них Есть Атак Воздушные Вот Если Это Землей Прикрыть Медиваками И Био Мариками Мародерами Это Сильный Микс Почему Не Сделали Так Ну Что Выход Пошел В Зерги Полноценный А Там Батлкрузеры Полетели Кстати Ну Караптер Не на Позиции Батлкрузеры Почему Сейчас Без Всего Летят Вперед Для Меня Тоже Загадка Здесь Либераторы Прилетают Нужно Разложить Рабочих Поубивать Что И Делают Боксер С МВП Сейчас Начнется Отстрел Просто Посмотрите Как Они Как Они Унижают Этих Дронов Здесь Зерг Пришел Наломился Нужно Био Пытаться Что тут Сделать Так В эллинге Заходят Сплита Нету Вообще Нет Такого Слова Как Сплит Телепорт От Батлкрузеров Пошел Домой Нужно Идти На Мейн Отбивать Все Нахрен Нужно Нужны Просветки Будут Иначе Все Закопается Ну а В это Время Два Батлкрузера Тут Королев Зергу Вырубают Рабочих Вырубают Караптеров Много Минус Два Батлкрузера Нахрен Третья Атака Делается Хотя По грейдам Конечно Тирановские Грейды Лучше На воздух Гораздо Чем Зерговские Здесь У нас В углу Планетарка Стоит А планетарка Вы знаете Не так Это Просто Разобрать Хотя Если Кидать Вот Эту Хрень Сверху То Можно Разобрать Мулы Хоть И полудохлые Но Работцы Знают Чинят Хорошо Сейчас Нужно Брать Все Один Батлкрузер Тут В районе 12 У Зерга Остался В смысле Один Остался Убивать Зерга Есть Нелепый Телепорт Под Караптеров Произошел Минус Батл Двойной Дробь 107 137 Тиранов Больше Лимита Что за Бредовые Телепорты В одно Место Я не Понимаю Нужно Разворачиваться Бой С Караптерами Принимать Принимает Бой С Караптерами Тираны Батлкрузерами Но Караптеров Слишком Много Почему То Не Прикрываются Они Био Вообще В итоге Лимит Весь Теряется Ужасно А так Либераторы Тоже Отдадутся Если Не Отвести Их Ну Что Батлкрузер Прикрывает Био Рабочих Разбирает Сейчас Так Ямата Еще Один Караптер Минус Батлкрузерами СМВП Победили Я Как Понимаю Это Бутри Так Что Пора Заканчивать Походу Да Дело Разведчик Да Стрим Всю Ночь Идет Жмут Руку Друг Друг Ну Что Молодец Боксерок Молодцы Йеллоу Молодцы Зерги Вот он Боксер В синей Ковсе Справа Йеллоу Знаком Зерга В Футболках Старкрафта С боксером МВП С Йеллоу Нейзити Короче Ребят Всем спасибо За внимание Завтра будет Компания Ходса Потом близко Не пропустите Увидимся Запись Это тоже И это Выложу Я Залипаю Уже Всем пока